Наше жилье анти-ВАСТу, то есть там есть вариант, что можно с коррекцией еще оставить, а у нас на продажу все, на смену жилья и дом. Моя хорошая, давайте насчет ВАСТу вот так решим. Пока жилье не продаем. Да. Пока живем в том жилье, в котором живем, надо так это категорично воспринимать, такие советы, так резко как бы менять свою жизнь. Вот. Есть в конце концов духовные практики, которые очищают жилье. И само пространство по себе не может так сильно жестко влиять, чтобы вся жизнь была разрушена. То есть, конечно, есть какие-то проблемы с пространством, где ты живешь, но если там алтарь стоит, если духовная практика, то это не так опасно. Поэтому сейчас, так как у вас идет очень плохой период, связанный с жизнью, в течение года никаких действий нельзя предпринимать в плане продажи жилья. Даже не мечтайте в этом вопросе, понимаете, в эту сторону смотреть. Через год уже будете думать. Но вам комфортно там жить или нет в этом жилье? Вам нравится? Нам комфортно, но там как будто мы ленимся, и очень сложно из дома выйти нам там очень хорошо, и поэтому это мешает каким-то реализациям. Дома очень хорошо, да. Да, хорошо, спокойно, что мы там расслабляемся. Да. Да, вот именно так. Ну, хороший дом, значит. Дома надо расслабляться, а что там напрягаться-то в доме? Надо просто заставлять себя выходить просто, и все. Ну, у нас еще и в сфере, в деятельности, вот я 22 года, профессии, я уже выгорела, и у мужа тоже на работе уже... Ничего менять нельзя. Нельзя? Целый год. Никаких специальностей, ничего не менять, все оставлять как есть. Мы даже задумали сейчас переехать в другой город. Ну, вот это так действует в плохой период. Все бросаем и валим, куда непонятно. Ничего бросать нельзя, все оставляем как есть, год ждем. А дальше будем думать. Хорошо, спасибо. И особенно, если вам какие-то консультанты там резко говорят все менять в жизни, там вот вы про консультацию прошли, как бы надо оставлять город, бежать куда-то, оставлять работу, вот все бросать, это означает, что вас проконсультировали неправильно. Ну, то есть это вот, ну, как бы, для чего консультация нужна, чтобы человеку помочь, а не на уши его ставить, с ног на голову, понимаете? Поэтому оставайтесь, где вы живете, все нормально, молитесь Богу и побеждайте судьбу. Потому что сейчас такой плохой период, если вы еще дернетесь менять город, там специальность, то вообще у вас все полетит. Пожалуйста, вопрос на молитве, вот мы побеждаем судьбу, просто я никогда не присутствовала. Можно представлять, что хочешь победить или нет? Нет. Не надо, да? Надо представлять только алтарь, представлять имя Бога, представлять молитву, представлять святых. А то, что хочешь победить, надо об этом сказать перед молитвой в сердце своего. Господь вас услышит, и Он будет вам помогать. Просто вы садитесь. Просто есть два подхода в целом. Есть один подход, первый, это я хочу победить, да? И вы об этом представляете. Это значит, что вы побеждаете сама. И зачем тогда нужна молитва? Ну, то есть, если вы сама, вы можете самовнушением заниматься, если есть вот так. Я хочу замуж, я хочу замуж. Это называется, как бы, визуализация. Можно даже представить, что вы замужем, там, двинком. Вот. И это все, ну, как бы, полная глупость вот этими всеми вещами заниматься, потому что вы и так хотите замуж. Зачем себе об этом напоминать? Что, вот если вы не напомнили, вы не хотите замуж, да? Это, вот, а если, а если говорить реально о том, что такое молитва? Молитва – это когда ты служишь Богу, а Бог сам по своему желанию помогает тебе. Ну, представьте себе, допустим, есть два варианта, допустим. Один вариант – тебе готовит друг, потому что он тебя любит. Готовит друг, и ты, ну, это вот, тебе приготовил друг обед. А второй вариант – тебе приготовили в ресторане. Где вкуснее будет? Вот, ну, где-то в ресторан. Да всегда вкуснее, когда друг, потому что друг с любовью приготовит, понимаете? В ресторане никакой любви пищи не будет, будет просто, ну, понты. Если вы считаете, что понты круче, чем любовь. Вот, вот, когда вы славите Господа, когда вы с любовью к Нему обращаетесь, Он с любовью вам помогает. Он помогает вам. Не вы сами себе помогаете, потому что, когда вы вспоминаете, вы будете помогать. Бога там не будет. С прямой спиной нужно, да, находиться, если вот, например, на стуле? Без прямой спины вообще даже не думайте, что что-то помогло. С прямой спины нет, все, по-пи-пи-пи-пи. Без прямой спины вообще. Главное спина вообще. Даже если головы не будет, главное, чтобы спина была прямая. Ну, тут не конфеты какие-то принесли, это они заряжаться будут, а потом я буду их вам раздавать. Спина, хорошо, да, когда прямая. Когда в бабочке сидишь, она полусогнутая, тоже нормально. Если спиной, допустим, к стеночке прислонилась, там тоже не совсем прямая. Ничего страшного. Лучше, чтобы была прямая. Но если нет возможности, ничего страшного. Главное, чтобы вы славили Господа. Хорошо? Вот это важно очень, что в уме у вас происходит. Ладно, буду немножко шутить с вами. Вот, то так скучно будет. Добрый день. Я очень часто засыпаю. Вот в онлайн-режиме я пробовала ретриты, вот эти общие. И, по-моему, только один раз, вот эта победа над судьбой, за мир, вот один раз я только выдержала час и не уснула. Что делать, чтобы не уснуть? И если уснул, то как к этому противостоять? Сейчас разбудил. Сейчас я вас буду разбудить. Хорошо. И вообще это плохо? Спать? Во время молитвы уснуть, там, во второй половине, допустим. Спать это хорошо в целом, но не во время молитвы, однозначно. Сейчас моя хорошая, сейчас взялся. Вы слышали разницу звука или нет? Первый вариант, я сливался, еще раз давайте. А теперь второй вариант. Вот смотрите, не надо вам. Я их не слушаю, смотрите разницу. А теперь второй вариант, смотрите, не надо вам. Светей, я отключен, то есть мой звук ни с кем не взаимодействует. Он взаимодействует только со мной, с самим собой. Это значит, что я скоро засну точно. Если звук ни с кем не взаимодействует, то что происходит с человеком? Он отключается. Телефонный сигнал. Пи, 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 потом. Ну, они где говорят. Алло. Пи, пи, пи. Дальше все будет. Отключается. Так это у нас тоже. Ты что-то повторяешь, ни с кем взаимодействий нет. Он дальше что он делает? Может за ними просто петь? Так за ними надо петь. Именно петь их слова. Нет. Надо эмоцию ловить. Есть эмоции, есть слова. Видите, вы эмоционально не можете включаться. А вы хотите повторять то же самое. Ну, хорошо тогда за мной следить. Со мной сильно на меня настраиваться. Но если вы ни на меня, ни на них, тогда вы... Ну, есть люди, которые могут вербально синхронизировать. Это значит, что они повторять могут один в один, как ты вот повторяешь. Вот она такая. Вот. Это нормально тоже. Вы тогда за мной повторяете. Как я вот прямо сильно настраиваться. Другие эмоционально резонируют. Вот эмоцию ловят. И то, и то хорошо. Можете, как я, прям стараться повторять. Или как они пойдут повторять стараться. Но если вы не включены, значит, вы будете спать. Есть еще второй вариант проблемы. Это когда человек сильно ловит эмоцию. Он берет, а отдавать не отдает. Благодарность Богу не выражает. И тогда будет, ну, перегрузка эмоциональная. У вас начнет трясти. Вот, вы начнете плакать. Эмоции перегрузят вас там. Это означает, что вы не отдаете. У вас эмоции накопились. И все, и вы будете вот так вот. Хороший вопрос. Спасибо. Все. Не стесняйтесь. Если вы чувствуете что-то не так, то... Ну, ваш вопрос. Два вопроса, Олег Геннадьевич. Доброе утро. Первое. Можно ли молиться в позе извозчика? Мне нужно разгружать поясничный отдел. И как бы вот так вот в позе смирения, но наклонившись. Это можно молиться? Вы не совсем правильно понимаете, что значит разгружать поясничный отдел. Если вы будете в позе бабочки сидеть, или в позе алмаза, то у вас будет чиститься организм. А если вы вот так нагнетесь, у вас никакой чистки не будет. У вас просто вы будете сидеть и все. То есть у вас есть два варианта. Один вариант. Вы молитесь, и у вас идет очищение. А другой вариант. Вы просто молитесь, и никакого очищения не идет. Понимаете? Так лучше молиться, чтобы шло очищение. Понимаете? Ну, я думаю, очищение в любом случае идет, когда молишься. Но это как бы уже моя точка. Мы говорим, есть очищение духовное, конечно, оно идет. А есть психофизическое очищение. У нас есть вот эти психофизические слои, они связаны с разными сферами жизни. Вот, ну, допустим, если у вас есть ваша точка зрения, давайте я вам расскажу тогда про вас. Вот у вас на уровне мыслей есть, вот то, что вы не можете сидеть вот так, это у вас блок. Понимаете? Там блок статического напряжения. Он находится на четвертом слое. Это зона позвоночника. Поэтому позвоночник перенапряжен. Если вы будете или стоять в неподвижном положении тела, или сидеть в бабочке, в алмазе, то когда дойдет дело до позвоночника, вот почему сейчас вам тяжело сидеть, потому что у вас блок на четвертом слое и позвоночник истощен из-за этого. Истощение это мешает энергии поступать в позвоночник. Но если вы будете не двигаться на четыре слоя, то вы пробьете этот блок, и энергия пойдет в позвоночник. Как говорят, клин клином вышибается. Вот. Олег Геннадьевич, я новичок, я вас только полгода слушаю. Правда, на практику я сразу пришла и приехала. Поэтому надеюсь, что получится. И у меня такой еще вопрос. Вы можете как угодно сидеть. Ну, то есть, если поймите, что вот, ну, как бы у нас есть психические слои. Вот, допустим, ну, допустим, взять динамические блоки. У вас тоже на третьем слое есть динамический блок. Он идет в личную жизнь. Там, ну, как бы напряжение такое, напряженное отношение. Не то слово. Да, не то слово. Но вот вы должны понять, что это значит. Это значит, что если вы неподвижное положение тела делаете, у вас 13 минут прошло, еще 13 минут прошло. Потом следующие 13 минут, если вы не двигаетесь, лечатся вот эти вот отношения уже. Понимаете? То есть, вы дошли до этой зоны, и она начинает очищаться. Вот это надо понять, что если вы, допустим, ходите, молитесь, или лежите там, или сидите там, в позе извозчика, как угодно. Если вы статику не делаете правильно, то у вас что будет происходить? Вы будете молиться, очищать сердце, но вот эти вот ваши все, как бы, зоны вашей жизни, они не будут включены. И очищаться они будут. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, то есть, другими словами, вы, ну, просто на духовном плане как-то будете очищаться, но ваше психо-психическое состояние не будет включено в молитву, и не будет очищения идти именно в ваших отношениях, допустим, с мужем. Хорошо. Олег Ильич, последний вопрос. Ну, вот когда я в рефильтах участвовала, в практикуме, и вообще, я там читаю свою молитву «Богородицы, Девы, Радуйся» по-четкому, а вы у меня как бэк-вокал получаете. Я с вами синхронизируюсь, но вы как бы создаете мне такой фото. Здесь нет никакого бэк-вокала, то есть, или вы участвуете вот здесь с нами вместе, алилуйя повторяете, или вы уходите? Я алилуйя повторяю, потому что в православии это тоже есть, но я, как бы, в основном читаю «Богородицы, Девы, Радуйся» вместе с вами, Моя хорошая, надо вот сейчас с нами вместе повторять «Алилуйя». Именно так, как мы повторяем, хором это надо делать. Если вы будете делать что-то свое, будете людям мешать просто, и все. Хорошо. И в «Пусть бабочки», да? Я, правда, не знаю, что это такое вообще. В «Пусть бабочки» это вот так? «Алилуйя» вот так вот. «Алилуйя»! Мы вам покажемся, не волнуйтесь. Но вы «Богородицы бабочки» вряд ли сможете. Я тоже так думаю. У меня даже сейчас уже с удорога начинается, когда я… Да, то есть, лучше просто сидите на струбочке первый раз, вот так, и так вот расслаблено, пока вот так. А потом посмотрим. Спасибо большое. Ну, только-то, пожалуйста, здесь у нас не будянки. То есть, мы будем, когда «Алилуйя» повторять, надо вместе со всеми «Алилуйя». Потом следующий сеанс у нас будет «Я желаю всем счастья», придется это повторять. Потом еще что-то будем повторять. Ну, то есть, у нас надо повторять то, что все повторяли. У нас особенный человек, это я уже понял. Но, как бы, все равно надо делать правила следу. Я тоже правила следую. Мне сказали организаторы, «Алилуйя Геннадьевич, не буяньте, у нас расписание». Я все, я молчу. Конечно, хочется людей на речку сводить, но мне обещали, что мы пойдем когда-нибудь на речку. Вот. Помогите и дальше вопросы. Ну, вот за это, девушка, ваши вопросы. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если я стою в православном храме и молюсь 65 минут, не шевеляясь, получается? То же самое, все, один и тот же вариант. Один и тот же результат. Олег Геннадьевич, а вот если у меня в руках, допустим, три молитвослова, ну, к примеру… Да, нет проблем, можете даже креститься, все равно… Можно креститься. Да, статика будет чиститься. Если позвоночник не двигается, голова не двигается, ноги прямо, то у вас статическое напряжение будет очищаться полностью, даже если у вас рука двигается, нет проблем вообще. Ну, получается, немножко голова тоже будет двигаться, потому что надо там страницы перевезти. Ничего, никаких проблем, все будет чиститься, да. Нормально, спасибо большое. Да. Очень хорошо в храме стоять, не двигаться и молиться. Это прекрасный вообще вариант, потому что там же духовная энергия, люди все молятся, и там иконы, все на моленное место. Это будет очень мощная очистка сознания, и это вообще прекрасный вариант решать вопросы в своей жизни. Прийти в православный храм, там, поставить 65 минут, помолиться, и как бы отлично. Ваш вопрос? Угу. А вот, не-не-не, ну, хорошо. Да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо за возможность задать вопрос. Я хотела узнать, если на сердце есть такое ощущение все время тяжести, и вот все вокруг кажется, что как будто иллюзия, и если после совершения аскез это все не уходит, это значит, что вот это все решается как бы молитвой? Ну, вот это значит, что у вас на пятом слое два блока находятся, динамический блок и статический, и надо оба блока убирать. То есть надо 65 минут неподвижное положение тела с молитвой и 4 часа ходьбы. Ну, не обязательно в один день его так делать, раз в неделю хотя бы ходить, 4 часа, и раза 2-3 в неделю 65 минут стоять, и где-то через 4-5 месяцев эти ощущения начнут проходить. Ну, то есть вы растворите эти блоки, пробьете, и все, и нормально все будет. А вот то, что вот нереальность этого мира, это признак поражения пятого слоя. Ну, я вроде как бы и то, и то сейчас делаю, только статика огня не стоя, а либо бабочка, либо... Вот в этом проблема. Потому что если, ну, вы говорите, восприятие находится в голове, поэтому вам надо стоять или в алмазе сидеть, потому что иначе вы будете, бабочка лечит по-женски человека, нижнюю часть тела, алмаз среднюю часть тела лечит. А вот когда человек стоит, он уже очищает себе голову как раз, и вот для того, чтобы, ну, вот и восприятие поменялось, нужно уже учиться стоять. Хорошо, поняла. Спасибо большое. Спасибо. Хорошие вопросы мне нравятся. Ну, давайте заделать женщину, да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, как концентрироваться во время молитвы? Я слушаю, слушаюсь, сливаюсь, но в голову проходят разные мысли, жизненные, нежизненные, в общем, посещают разного характера мысли и отвлекаешься. Есть две силы, которые притягивают внимание. Это любовь и сила. Вот очень важно мыслям не придавать значения. Вот мысли, они могут, как океан страданий быть, как целая одна мысль вызывает океан страданий. Наша задача сделать так, чтобы у нас океан желания был славить Господа, и тогда мысль перестает иметь значение. Когда она передает, перестает иметь длина значения, она сама уже не лезет. Понимаете? Важно на них стараться не концентрироваться. То есть они идут себе и идут. А надо славить Господа. То есть надо слушать тех, кто молится, и славит. Слушать и славит. Слушать и славит. И вот этим прямо плотненько заниматься с любовью и силой. И тогда мысли, как бы, не будут иметь значения. Они могут идти, но они не имеют значения. Знаете, что такое победа над судьбой? Значимость мысли какой-то, которая разрушает тебя, уменьшается, уменьшается, уменьшается. Бывает такая сила значимости мысли, что человек даже заснуть не может. Она корежит его психику просто, эта мысль. Чувство несправедливости там и все прочее. Но в чем заключает смысл вот этих ретритов? Мы славим Господа, и значимость мысли о том, что Господь такой хороший, что я дарю, я, как бы, люблю Господа, я благодарность Ему свою дарю. И возрастает вот эта значимость этого действия, а значимость мысли уменьшается. И когда значимость мысли вот этой вот, что все плохо там, она становится минимальной, тогда это значит, что вы победили судьбу. Понимаете, если у вас все на букву Х, вот, то есть хреново, вот, то после ретрита у вас должно быть тоже все на букву Х, то есть хорошо. Поэтому буквы одна и та же, но результат разный, понимаете. Поэтому надо постараться перевести в эту планку все, чтобы у вас, когда славят Господа будете, у вас сердце очистится облегченное, сердце облегченным станет, понимаете. и вам станет хорошо. Мысли или со знаком плюс мы о них думаем, или со знаком минус мы о них думаем, все равно они вас покорят тогда. Единственный выход – это думать о том, как прославлять Господа и сильно слушать тех, кто молится, и вот в этот процесс погружаться, и тогда мысли ослабнут и не будут вас беспокоить. Когда же вы на них обращаете внимание, они этого и хотят. Спасибо. Пускай они будут очень сильно значимыми, но все равно вы стараетесь думать о том, как прославлять Господа. Хороший вопрос, прекрасный, спасибо. Очень много что прояснилось. Так, отлично. Кто еще помолит? Ваши вопросы. Я, кстати, очень благодарен вам, вот те, кто домашнее задание выполняет. Несколько человек, когда я в лифте со мной встретились, они на меня посмотрели и сказали, а-а-а, а лейтенантич! Ну почему-то всем остальным так не сказали. Значит, домашнее задание, еще раз повторяю, надо всем радоваться, когда вы видите, всем. Вот всех любят люди, видите, и радуются. Вот так вот. Радуйтесь всем. Но то, что вы мне обрадуетесь, это уже хорошо. То есть вы мне уже домашнее задание со мной не выполнили, но с остальными я не заметил. Ну так надо радоваться, когда вы друг друга видите. Позу бабочки не обязательно делайте. Радоваться надо. Так, да, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, что вы сейчас отвечали, что у меня два вопроса назад... Женщины. Что отношения на третьем блоке... Ну, именно у нее. А, вот я хотела спросить. У вас на четвертом. Спасибо. У вас там статическое напряжение, оно идет в личную жизнь. А финансы? Финансы поют романсы. На каком блоке поют? На третьем. С мыслями связаны. Это динамическое уже напряжение. Это надо длительное движение совершать. Но все равно, и когда вы не двигаетесь, молитесь, все равно вы проходите третий слой, и взаимодействие с ним тоже будет облегчать ситуацию. Но понимаете, если вы будете про финансы думать во время молитвы, то вам не поможет. Надо думать про Бога, Его славить. Вы про Него думаете, Он про вас думает. Если вы сами про себя думаете, значит, Он не включается. Спасибо. Ваш вопрос? Спасибо, Олег Геннадьевич. Доброе утро. Такой вопрос. Я слышала, что плоды из своей молитвы нужно посвящать Богу. Он знает все мои материальные желания, в принципе, Он их исполнит. Если эти желания материальные сохраняются, то получается, мне все равно посвящать все улучшению духовной жизни, духовной практике, так? Есть разные стандарты духовной жизни. И, понимаете, вот часто люди не понимают, как правильно. Они думают, раз не надо молиться ни о чем, значит, я сам все проблемы решаю без Бога. Ну, раз молиться я не могу, значит, я решаю сам. И вот это вот неправильное совершенно мышление, потому что лучше, если у вас есть какая-то проблема, лучше решать ее, попросив у Бога помощь. Но это не отменяет сам процесс молитвы. Молитва означает прославлять Господа. Мы славим Господа в время молитвы. А просим до этого. Ну, или вы сами решаете, это будет намного тяжелее, хуже. Или попросили помощи у Бога, и Он вам поможет. Я поделаюсь без сил. Просто когда человек вместо молитвы начинает просить что-то, дай мне то, дай мне все, помоги, там, ну, постоянно клянчит что-то у Бога. Богу это не нравится, потому что Он тоже личность. Вот, допустим, Папа, допустим, готовит нам, ну, Бог готовит нам всю жизнь, да? Ну, представим, Папа готовит обед, да? Он всю жизнь, допустим, нам не готовит, как Бог готовит сразу всю жизнь нам. А Папа готовит обед. И вы к Папе подходите, его за штанину, Папа, хочу кожи, хочу кожи, хочу кожи, хочу кожи. Он говорит, да блин, я и так готовлю, ну, потерпи немного. Вот, второй вариант, вы подходите тоже за штанину, Папа, ты любимый у меня, я тебя люблю, Папа, ты у меня самый хороший, я тебя так люблю, спасибо тебе за все. Он говорит, то есть ночью подергай меня еще, постой. Так хорошо. Понимаете? Ну, то есть разные варианты совершенно. И Папа с удовольствием приготовит гораздо лучше, если мы его славим, а ничего не просим у него, понимаете? Потому что, вот когда вы, допустим, выходите, вот, допустим, ну, ну, как вам сказать, вот, вот вчера вечером, вот, женщина, вот со мной вы разговаривали, ну, вы, вы, вот, вот, насчет, засыпаю. Да, сейчас вот, да. Вы не забыли, что вы со мной разговаривали? Вчера вечером мы не разговаривали. А вот вчера вечером вы просто, вчера вечером вы думали о том, что все так плохо, у вас были плохие мысли. Да, вот, да. Да, вот. Ну, я знаю, что да, я же вижу, поэтому, я просто вам докладываю обстановку. Вот, и как вы думаете, вот, никого же не было вокруг, у вас были просто мысли. Вы с кем думали? С Богом. И что, вот, ему понравилось это все, как вы думали? Как вы это считаете? Наверное, нет. Ну, вот, видите, вот, мы об этом и речь. И мы так постоянно думаем и думаем, и всякую хрень ему постоянно на него вешаем. И только один час, вот сейчас, вот, когда мы приехали, мы можем повторять Иллилу и прославить Господа, потому что Он нам в жизни постоянно помогает. Понимаете? Вот полтора года назад у вас была ситуация, разрешилась. Это Бог вам помог. Понимаете? Понимаете? Вот. Но надо Его за это благодарить. Вы благодарили? Конечно. Все, вот это самое главное. Ну, то есть, вот об этом я хочу сказать, что, мои дорогие друзья, давайте сейчас вот поймем, что мы постоянно ноем и постоянно Богу создаем сложности там. У нас прям сердце находится и слушает дытье наше каждый день. Ды-ды-ды-ды-ды. Я тоже сегодня утром проснулся и ныл, чуть-чуть поныл. Ну, а как без этого? Вот честно признаюсь. Вот. То что-то тоже пошло, но я вовремя там опомнился. Что-то я к Богу не то рассказываю. Вот. Ну, вот так мы живем. Все время что-то ему не нравится. Ей, нравится нам что-то все время. А сейчас вот нам надо взять и просто прославить Его, понимаете? Ну, хоть что-то ему хорошее сделать. Мы ноем целыми днями. 24 на 7. Вот. А что, час всего, вот что-то хорошее, просто Аллилуйя, спасибо, Господи, спасибо за то, за все. Пятое, десятое. Вот. Это то, что надо делать, понимаете? Вот это вот наша задача сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok